Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лиза Полыгалова рассказала, что Ваня Барзиков очень хорошо встретил её на поляне цветами и воздушными шарами. Они заселились в свою бывшую комнату и строят отношения заново. Саша Гозиас и Костя Иванов сходили на премьеру фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение». Зрители продолжают смеяться над внешностью Маши Кахно. Но Маша ни на кого не злится, она относится к этому по-доброму. Сказали это я, пишет Мария. Ребята, я так всех люблю, я все страдания на себя беру за вас. Вика Комиссарова рассказала о новом женском приходе. На проект пришли две новенькие участницы. Одна девушка пришла к Ване Заре, вторая к Диме Узлу. По итогам дня оставили двоих. Одна уже заселилась в комнату с Димой. Стала известна причина, по которой Захар Соленко покинул проект. Ирина Донцова рассказывает, Захар с лобного места отправился в военкомат на медицинское свидетельствование. Он призывного возраста. Мы с Майей были в шоке от такой новости. Но пока он всё выяснит, Майя будет ждать его на поляне. Сашу Артёмову укусила скалопендра. Девушка болеет. Мне очень больно, пишет она. Онемел бок, спина, два укуса. Вика Романец записала видеообращение к поклонникам, которые недавно начали активно обсуждать возможное и интересное положение Вики. Для кого-то это будет огорчение, для кого-то радость. Но я не в положении. Я не беременна, я не жду ни двойню, ни тройню. У меня нет никакого срока. Я просто пончик. Как вы помните, в блоге Маши Адоевцевой недавно появились фотографии не только с её дочерью, но и с другой девочкой. Подписчики предполагают, что она удочерила её. Вот что пишет Маша. Сотни вопросов про девочку, которая с нами теперь всюду. Нетерпеливые вы мои, так хочу с вами делиться, но всему свой положенный час. Скажу только то, что нашу девочку зовут Варвара. Теперь она будет всегда с нами. Пока фанаты Саши и Алианы Гобозовых обсуждают их расставание, ребята уже успели помириться. Об этом рассказал Андрей Черкасов, который на днях встречался с Сашей. Бывший участник Дома 2 Женя Руднев сделал предложение своей девушке. Они встречаются уже около года, и она ему сказала да. Илья Ябаров взбесился, когда узнал, что о нём говорит финалистка битвы экстрасенсов Мерелин Кера. Она разбирала отношения многих проектных пар и не обошла стороной союз Ябарова с Катей Кауфман. Она намекнула на его бисексуальность и сказала, что если бы обстоятельства сложились иначе, он смог бы оказаться геем. Ябаров написала «Мой вам совет, не ваша эта экстрасенсура. Лучше вам людей смешите, у вас хорошо получается». Ольга Бузова долгое время не спешила портить свою естественную красоту. Наоборот, она всегда говорила, что её вполне устраивают данные природой губы, скулы и скромный размер груди. Но недавно Бузова всё-таки отважилась накачать губы, чтобы сделать их более чувственными и сексуальными. По мнению зрителей, она добилась прямо противоположного эффекта. Бузова не стала выглядеть привлекательнее. Более того, рот её открывается с огромным трудом после подобных уколов. Рита Марсо похвасталась своей фигурой. Несмотря на рождение двух детей, Рита, по мнению поклонников, выглядит неопытной мамочкой, а скорее юной девочкой. Её фигура осталась прежней. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.